Минэнерго Россия Минэнерго Россия Однако уже завтра могут возникнуть проблемы из-за большой изношенности теплосетей, неудовлетворительной работы теплоснабжающих компаний, управляющих организаций и так далее. Такая ситуация складывается по всей России, поэтому необходимо менять принципы и организацию теплоснабжения. Надо менять архитектуру системы теплоснабжения и надо заниматься переводом домов на индивидуальные тепловые пункты. Что такое индивидуальный тепловый пункт? Это устройство, которое позволяет потребителю самому определяться, когда включать, насколько включать, когда отключать. То есть управляющая организация, ТСЖ сами могут по состоянию дома включать или выключать отопление в своих домах. Так должно быть в идеале, к чему нас, собственно, и приближает новая модель рынка тепла. Одной из первых в европейской части России на нее перейдет Ульяновский регион. Привычный многим метод индексации тарифов заменит альтернативная котельная – новый механизм формирования цены на тепловую энергию. Альткотельная на первый план выводит инвестиции и модернизацию теплосетевого хозяйства города, энергоэффективность и долгосрочное регулирование цен. Хотя ни о какой установке знакомой большинству из нас котельной речи не идет. Собственно говоря, модель альтернативной котельной, которую Минэнерго предлагает внедрение, оно очень стимулирует реализацию таких мероприятий. Все, что потребитель сэкономит, останется у потребителя. Никакого повышения цены больше не будет. Сегодня в Ульяновске действуют различные цены на центральное теплоснабжение. Причем плата может значительно отличаться даже в соседних многоквартирных домах. Так вот, новый подход к ценообразованию заключается в том, что самые высокие в городе тарифы замораживаются сроком на 5 лет. А у всех остальных потребителей за это время постепенно, очень плавно, в пределах допустимых темпов, установленных правительством Российской Федерации, происходит доведение тарифов до этого уровня. В итоге у всех потребителей устанавливается одинаковая цена тепловой энергии. Ульяновска вообще хорошая ситуация в этом отношении, что в ряде зон города Ульяновска будет просто заморозка тарифов. Она не будет расти. А в целом, если взять весь город Ульяновск, то совокупные затраты всех потребителей города Ульяновска, как минимум, в ближайшие три года будут расти темпом существенно ниже, чем уровень инфляции. Еще немаловажный плюс альткотельной для потребителей в том, что ресурсоснабжающая организация в своем статусе, и то единая теплоснабжающая организация, станут едиными центрами ответственности за предоставляемые жителям услуги. Мы ввели адресную ответственность, что в случае нарушения параметров качества надежности, единая теплоснабжающая организация будет компенсировать потребителю затраты, связанные с альтернативным способом обогрева в случае перерывов теплоснабжения. В модернизацию теплосетей также будут вкладываться значительные финансовые средства. По УТ-плюс основной поставщик тепла для жителей Ульяновской области в ближайшие 10-15 лет, благодаря введению альтернативной котельной, планирует привлечь инвестиции в объеме от 4 до 9 миллиардов рублей и вложить их в модернизацию теплосетей и генерирующего оборудование станций. Однако, как отмечает специалист, не следует забывать и о других составляющих экономии тепла, в том числе об активной позиции собственников. Первым делом надо решать удовлетворенность потребителей качеством услуг. Те системы, устройства, механизмы, которые можно использовать для удовлетворенности, они же, вот самое главное, они же и дают экономию потребителю потребляемого ресурса. Вот они же, соответственно, базовым ключевым устройством на сегодняшний день для экономии тепла является индивидуальный тепловый пункт в составе многоквартирного дома, с помощью которого готовится отопление для внутренних помещений многоквартирного дома и горячая вода. К этому индивидуальному тепловому пункту добавляется автоматика регулирования потребления, включая погодозависимую автоматику. Ну и, конечно же, безусловно, что в первую очередь вообще должно быть, это прибор учета потребления тепла. Конечно, надо, чтобы совет на квартирного дома, общее собрание собственников поставили задачу своей управляющей компании, нам надо регулировать потребление тепла, чтобы мы не форточками регулировали, особенно в межотопительный период, а это деньги. Положительные примеры перехода на Альткотильную уже есть. Первыми на новую модель перешли два города – Рубцовск, Алтайский край и Ленёва, Новосибирская область. Ульяновск в этом списке станет третьим. То есть, когда Рубцовск входил в ценовую зону, там обсуждался не вопрос качества теплоснабжения, там обсуждался вопрос, а будет ли вообще теплоснабжение зимой. Вот до того была доведена система теплоснабжения города, что не было топлива, не ремонтировались вообще ни источники, ни сети. Состояние их было крайне негативно оценено техническими службами Ростехнадзора. И, соответственно, когда сибирская генерирующая компания заходила, а она там не функционировала до начала ценовой зоны, она не была представлена в этом городе. И эту компанию, как квалифицированную инвестору на рынке теплоснабжения, муниципалитет и регион Алтайский край попросили прийти навести порядок. Вот они, поверив в эту модель, туда пришли, полностью модернизировали один из двух ключевых источников теплоснабжения, заменив основной состав оборудования, обеспечили топливом. В первый же год внесли ключевые инвестиции в модернизацию сетей теплоснабжения. И первый отопительный период люди прошли, вот прошедший отопительный год, с 2018 на 2019 год, первый раз они вообще не знали, что такое проблема с теплоснабжением. Результаты и положительный эффект от перехода на альткотельную ульяновцы смогут ощутить уже в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова